В Черкесске подвели итоги объявленного в середине лета конкурса фасадов. В мэрии региональной столицы отметили организации, которые, по мнению посетителей сайта «Активный горожанин», проявили смекалку и наибольшее желание создать для людей праздничное настроение. Подробности в репортаже корреспондента Артура Мкце. В предыдущий раз конкурс подобного типа проводили в республиканской столице в середине прошлого десятилетия, накануне новогодних праздников. И тогда во многом благодаря ему новыми красками заиграл Черкесск. Особенно вечерний. В том числе периодически обновляемая в последнее время подсветка по улице Первомайской. И вот в преддверии основных торжеств в честь столетия Карачаев-Черкесии мэрия регионального центра объявила о старте конкурса на лучшее оформление фасадов зданий и прилегающих территорий. Для того, чтобы принять в нём участие, необходимо было до 20 августа разместить на портале «Активный горожанин» фотографии до и после наведения марафета. Победитель определялся по наибольшему количеству отданных голосов. Награждение лучших прошло в городской администрации. Хотел бы вас поблагодарить за участие в этом конкурсе. И надеемся, что также вы и наши другие жители нашего города будут участвовать, активное участие будут принимать в жизни города. Планируем такие конкурсы проводить регулярно. От всей души благодарю организаторов данного мероприятия. От лица всех сотрудников большое вам спасибо. Мы очень старались. Всем спасибо большое, кто за нас проголосовал. Будем стараться, будем расти. Думаю, это не последняя наша победа. Дальше только лучше, как говорится. По мнению городских властей, нынешний конкурс показал заинтересованность ряда предпринимателей в создании в Черкесске еще большего количества узнаваемых мест. Ведь куда важнее самой победы то, что благодаря подобному состязанию по благоустройству в разных микрорайонах Черкеска удалось оригинально разукрасить некоторые здания и участки рядом с ними. Так, одна из организаций была отмечена за оформление прилегающей территории и активное участие в озеленении города. Предполагается, что конкурс станет традиционным и позволит общими усилиями ежегодно привносить в облик региональной столицы как можно больше ярких запоминающихся красок. Артур Махцей, Ислам Урумов, Вести, Карачаев, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова